Пиздеж. Пишется без мягкого знака, ибо это мужской род – второе склонение. Мягкий знак ставится, когда женский род. Молодежь, брошь, ебанавошь. А пиздеж – это он, без мягкого знака. Мандраж, багаж, вираж, шантаж, антураж. Ну, пора уже, блять, запомнить. Я ничего не понимаю вообще. Вообще, стоит преследовать за ненормативную лексику? Вот я в быту, допустим, употребляю обильный, мне бы не хотелось, чтобы, допустим, были ограничения в той же сети. А такие разговоры, как вы знаете, идут. Мне кажется, что общество сейчас, все общество в мире причем, настолько быстро все произошло. Мы же когда-то выработали правило, что ругаться матом на улице нехорошо. Справлять нужду на улице нехорошо. Должны быть специально отвезены для этого места. Это же важно. То есть, это же действенные по понятию? И я уверен, что в интернете, ну, мы же наблюдаем последние какие-то и предыдущие события, много-много. Это идет притирка, да, знаете, вот когда говорят, корабли бортами ходят, да. А сейчас идет притирка, нет правил, и они вырабатываются. Но я уверен, что они придут к тому же, что две тысячи лет права вырабатывались, что есть общежития, где все должны вести себя примерно, стеклянный дом. Нельзя выступать с откровенно, назовем это, антиправославными утверждениями. Или антисемитскими утверждениями, публичными. На самом деле, наверное, дома ты можешь думать все, о чем хочешь, да, но общество — это зажительство людей, у которых разные мнения. И вот этот баланс, который выработали все в мире, СМИ, лицензированные, они же все какие-то по законам работают. Вот интернет, он сейчас такой в дырочке, да, то есть он вырос, он бьется, стучится к нам, но я уверен, что в результате закончится тем, чем заканчивались эти тысячелетия. Победит корпус права, который римский, но чуть-чуть модифицирован. Все-таки мне кажется, что эти две сферы, допустим, традиционных медиа и сетевая история, они должны жить, мне кажется, по разным законам, потому что должна быть альтернатива всегда, всему. или вы считаете, что нужно у них мунифицировать? — Нельзя на одной территории, вот если есть, вы знаете, когда у нас появится виртуальное государство, виртуальное государство, в конце концов, некие признаки уже наблюдаются, то есть есть виртуальный, там, не привязанное государство, появляются намеки на деньги виртуальные. Осталось только границы очертить. Вот если там, там можно все, но нельзя на одной территории, чтобы действовало два типа законов. Нельзя здесь с тиражом в 10 миллионов материться, оскорблять, и все 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 просто говорить все что думаешь да и одновременно когда вы же должны соблюдать какие-то правила надо либо на это на 1 территочию про одну территорию надо либо принять ваши правила либо те правила двойные правила вы либо проиграть в этой конкуренции безусловно да и все равно они побеждают либо вы выигрываете тогда вы побеждаете но посредине не бывает не получится но просто не «Ёб твою мать». Существует немало версий происхождения этого широко известного выражения, чаще всего используемого просто как ругательство и вовсе не означающего, что употребляющий его действительно состоял в близких отношениях с матерью своего собеседника. В наше время мало кто, произнося «Ёб твою мать», задумывается, что же в действительности означает это словосочетание и каким образом появилось в русском языке. Наиболее правдоподобным объяснением является следующее. До того, как на Руси было распространено, кстати, насильственным образом византийское христианство, наше общество было матриархальным. Женщина обладала полной свободой выбора сексуальных партнеров и ничего подобного с ЗАГСом и штампом в паспортах, как, впрочем, и самих паспортов, не существовало. Как следствие, многие просто-напросто не знали, кто их отец. В этих условиях слова «Ёб твою мать» означали всего-навсего «возможно, я твой отец», и оскорбительного в них было ничуть не больше, чем в обращении «сынок» или «доченька». Поколение очень хорошо умело читать не по строкам, а между. Это было очень хорошее время. Оно нам дало, я бы сказал, очень качественный юмор, который мы еще где-то, мы будем говорить так, на инерции лет 5 или 10 после развала Советского Союза демонстрировали и самим себе, и наслаждались этим, и всему миру. А потом вдруг мы, наверное, тоже от тоски все перешли на благой мат. И вот если господин, о котором вы сказали, имел в виду, что это запрещает, то это не только запрещать, каленым железом надо выжигать. Слушаю. Что? Да вы охуели, блядь!